В полевом сезоне 2021 года Акмолинское областное историко-леведческий музей с 15 июня 2021 года приступил к исследованию памятника археологии по поселению Кокослужар, которое расположено в 10 километрах от села Красный Яр. Это поселение по тайской культуре относится к периоду Инеолита примерно датируется 6000 лет назад. В работе экспедиции принимают участие учащиеся Жаксынского района, Зерендинского района, а также студенты и профессор-прибородцы со стороны. В настоящее время в работе экспедиции принимает участие более 30 человек. Работы ведутся на двух жилищных западинах. В целом это поселение было обнаружено еще в 80-е годы. Комплексное исследование проводилось только лишь на начале 30-х годов совместной казахстанско-американской экспедиции. И вот в 2021 году мы дальше приступили к исследованию этого объекта. На сегодняшний день что-то уже нашли интересное? На сегодняшний день обнаружено более 50 артефактов. Это фрагменты керамической посуды, это большой астеологический материал, также наконечники копий, наконечники стрел и другие орудия труда. Скажите, они теперь где-то будут на исследовании куда-то отправлены? Да, в настоящее время сейчас мы после проведения всех исследовательских работ будем делать ряд анализов. Это анализ металлографика, это радиокарбон, радионеродный анализ. И после обработки все данные будут, все эти экспонаты будут пополнить экспозицию в Мальском и Санкт-Петербургическом музее. Это в Россию, да, будет отправиться? Это будет в Казахстане, что-то будет в Россию отправиться. То есть там, где будет более-менее приемлемое условие для проведения этих исследований. Как долго археологическое исследование продлится вообще? Как долго эти раскопки будут? Мы планируем провести не менее полутора месяцев. От полутора до двух месяцев будет работать комплексная экспедиция. А эти ребята все это время здесь живут? Нет, нет, эти ребята заходят по графику. То есть один археологический сезон для ребят длится 15 дней, 2 недели. После этого ребята проходят посвящение в археологи и уезжают. На их смену приедут другие ребята. Ребята проживают в селе Красный Яр. Для них созданы условия для проживания, питания. И ежедневно осуществляется подвоз на работу. И после работы возвращается обратно. А вы говорите, будет в археологии принято им какой-то сертификат дадут? Или что, что вы приняли? Как это будет? Посвящение в археологии это своего рода обряд таинства. Все ребята пройдут через посвящение. Самые стойкие из них останутся и станут археологами. После этого им будет к каждому присвоено археологическое имя. И также по окончанию работ каждый из них получит сертификат, что он принял участие в СССР. Акмолинская универсальная экспедиция исследовала поселения патайской культуры и эпохи пронзии. Ну, сами ребята довольны. Я вот сейчас с ними беседовала. Они рады, что сюда попали. Да, ребята в восторге. Если первые дни ребята как-то скептически относились к этому, ну, работа, работа, копать, копать, то теперь у них уже появился дух исследователя. Каждую косточку, каждый камешек они когда своими руками обнаруживают, они прям так радуются, как будто нашли кусок золота. Еще у нас своего рода существует мотивация. За ценные артефакты, обнаруженные, ребята получают мотивацию в банке сгущенки. Это тоже сильно мотивирует. Ну, приехал я в села Запорожье, Жексынский район. Раскопки мне нравятся, очень интересно копать там, находить всякие кости, наконечники, осматривать, очищать. Первый раз на столе? Да, я первый раз так далеко, ну, по местности я ездил там, но первый раз я так далеко поехал, и мне тут нравится. Лучше, чем мы там по местности, там чуть-чуть копаем, тут прям со стано, ну, копаем, интересно, кости, наконечники все-таки прикольные. Нашли целые наконечники, первый раз видел такие наконечники. Еще в будущем приедешь на такой столе? Да, если еще раз мы поедем, я еще раз поеду. В нашем проекте по программе «Рухани Жангуру» есть археологическая экспедиция для детей изучения родного края. Поэтому, как бы, одна из основных целей и задач, которую мы ставим, это изучение своего родного края. Именно через историю они знают традиции, обычаи. И сегодня, совместно с областным центром истории краеведческого музея и областной центр детского туризма и краеведения, экологии при управлении образованием, организовали такую археологическую экспедицию, где принимает участие 25 учащихся Акмолинской области. Это из двух районов. Это Зерендинский район и Жаксинский район. Именно это способствует их укреплению теоретических знаний на практике, воочию увидеть исторические артефакты, находить некоторые остатки костей, наконечники, стрелы, камни сделаны. Они как раз, это будет способствовать их научной работе. И вы знаете, что в республике проводятся республиканские конкурсы Зерде, где ребята в нашей области участвуют в этих научных проектах. И те ребята, которые будут участвовать в этих научных проектах, как раз могут и рассказать об этой батайской уникальной культуре, которая находится в районе Красноярска поселения. И как раз это будет способствовать и научной работе. Но через 15 дней, получается, будет меняться, да, ребята? Да, через 15 дней будет другая программа, где дети приедут, будут посмотрят тоже такую же. Эта программа специально рассчитана для детей, чтобы они в каникулярный период не только отдых совмещали с интересным научно-практическим моментом, как археологический раскоп. И как раз дети здесь обмениваются опытом. Посещают, например, батайскую культуру, в Чучино-Скабаровской курортной зоне, изучают историю. Здесь с ними также находятся тренеры, тюдеры, которые преподают дисциплину истории. Также находятся именно научные работники областного краеведческого музея, которые с ними тоже рассказывают об элементах именно ведения правильно, как раскопки проводить, как копать. Это очень кропотливая работа, поэтому из них как раз здесь может кто-то в будущем будет. Это их будущая профессия. Археолог – это уже такая профессия, которая изучает историю. Кто-то может защитить какую-то докторскую диссертацию. Многие ребята, которые занимались до этого момента, у многих ребят это стало основной профессией. Я думаю, это любовь как раз и к родному краю, и любимым моделом изучение истории родного. Меня зовут Миран Вавера. Я учусь в Мали Габдулин. Я учусь в Миктепе. Я учусь в археологическом скероскопе. Я учусь в 15-е годы. В этом скероскопе мы учусь в скребоках, очахах, и украхах, и украхах, и украхах. Я учусь в археологическом скероскопе мы учусь в археологическом скероскопе. Просамось.